Программа по противодействию коррупции на 2015-2025 годы. Эта тема стала ключевой на 24-й внеочередной партийной конференции Петропавловского городского филиала партии «Нуратан». Какие меры борьбы с социальным злом необходимо использовать и какие еще вопросы обсудили партийцы? В следующем сюжете. Проблема коррупции общая для многих стран во всем мире, в том числе и для нашей республики. В 2008 году Казахстан занял 145-е место в рейтинге индекса восприятия коррупции среди 180 государств. По итогам оценки в 2013-м поднялся на 5 строчек. Чтобы искоренить это социальное зло, необходимо объединить усилия, считают участники встречи. Одно из приоритетных направлений работы – формирование нулевой терпимости к фактам коррупции. Ведь зачастую, даже зная о подобных случаях, горожане остаются равнодушными. Взяточничество стало обыденным делом, а для некоторых – способом решения злободневных проблем, отметил в своем выступлении председатель Петропавловского городского филиала партии «Нуратан» Тульген Закарьянов. Партия, понимая исключительную важность и актуальность данного направления, должна консолидировать усилия всего общества на непременную проблему. Если вот так стратегически обозначено направление, их не так много, все учители, это достижение прозрачности в работе государства в органах, нацкомпании и должностных лиц, выявление при деятельности недостатков, порождающих коррупцию, а также инициирование их основным, передание широкой общественной организации каждого факта коррупции и формирование обстановки юридической и моральной ответственности института гражданского общества за использование информации о деятельности государства. Важный принцип этой программы – устранение причин и условий, а не последствий взяточничества. Слова Тульгена Закарьянова нашли поддержку у участников встречи. Они обсудили необходимость принятия закона о противодействии коррупции. Те главы, которые указаны в проекте, программы, они действительно отражают то необходимое, что сегодня требуется. Прежде всего, нулевая терпимость, это воспитание, начиная с семьи, школы, коллективов. Все это превратится в очередную компанищину, если мы не создадим на законодательной базе серьезнейшие барьеры. Еще один вопрос повестки дня касается работы экспертных групп. Приоритеты – социальное обеспечение граждан и развитие зеленой экономики. По второму направлению достигнуты неплохие результаты. Отдельное внимание уделяется энергосберегающим технологиям и развитию альтернативных источников энергии. На своем округе за годы реализации в 19-м микрорайоне мы отремонтировали 6 домов. Из них 2 в двух домах с элементами энергосбережения, а именно автоматизированная система регулированной тепла с тепловыми счетчиками. Капитально ремонтируют струбы воды и теплоснабжения, восстанавливается теплоизоляция труб, утепляются межпанельные швы, ремонтируются фасады домов, в подъездах устанавливаются датчики движений и домофоны. В результате проведения текущего ремонта достигается экономия потребления тепла 10%, а в результате проведения капитального ремонта – до 30%. Здесь же избрали делегатов на внеочередную 20-ю конференцию Северо-Казахстанского регионального филиала партии «Нуратан» в составе 20 человек. Ксения Куценко, Михаил Казначеев. Новости МТРК.